Добрый день, уважаемые коллеги! Рады вас видеть на площадке клинической и психиатрической больницы номер 1. Я хочу сказать, что сегодня мы все с вами участвуем и делаем исторические события. Дело в том, что впервые вообще в истории постсоветского города Горького и Нижнего Новгорода происходит вот это собрание, вежведомственное собрание. Каждый из ведомств как или иначе соприкасается с лицами, страдающими психическими расстройствами. Никогда до этого такого мероприятия и события не происходило. И здесь важнейшая и главная роль и инициатива принадлежит общественная организация инвалидов с психическими расстройствами и их родственниками. Это новые возможности Нижегородское отделение председателя Толмачев Владимир Алексеевич. Это мероприятие, сегодняшнее наше собрание открывает цикл встреч, круглых столов, занятий, как хотите это можно называть, в рамках президентского гранта, который завоевали по праву Владимир Алексеевич, Нижегородские возможности и его подвижники, коллеги. Цель вот этой программы, которая состоит из восьми занятий, прежде всего познакомиться. Потому что каждый из нас в той или иной степени соприкасается к этой категории лиц с техническими расстройствами. Кто-то по линии медицины, кто-то по линии социальной работы, кто-то по линии занятости, трудоустройства, средства массовой информации, культуры. Что я еще не назвал? Министерство труда, да? Бюро медико-социальной экспертизы. Ну и вот практика показывает, что сейчас, пока мы иногда очень так узко видим, ну в каждой в своем тоннеле, в каждой в своей, что называется, плоскости, вот. А необходимо взаимодействие, чтобы вот сделать жизнь этой категории граждан, людей, которые являются уязвимой. Категории, так же как инвалиды с другими заболеваниями, пожилые люди, дети, это группа, уязвимая группа населения. Вот. И мало того, что она уязвимая, она еще и значительно стигматизирована. Слово стигма, что это такое? Клеймо. Клеймо психически больным. Оно есть, было и будет во всех странах, так или иначе есть. Психически больным отношения, ну как правило, особенные. Вот. Но весь вопрос в том, насколько в тех или иных местах, городах, странах уровень толерантности общества, государственных структур в плане поддержки и сопровождения, он совершенно разнится. И, безусловно, нам есть к чему стремиться, нам есть куда двигаться, и первая цель как раз вот этого цикла знакомства, наладить, либо во всяком случае строить какие-то планы, в части взаимодействия донести наверх руководство, что мы можем изменить. И, конечно же, повысить уровень ваших знаний, образования в части помощи, поддержки, сопровождения лиц с ментальными, с психическими, или как сейчас мягче любят говорить, с ментальными расстройствами. Вот самая, скажем так, идея вот этого мероприятия. Мы с удовольствием, безусловно, в него включились, поддерживаем и благодарим еще раз новые возможности за то, что они инициировали этот процесс. Почему мы еще с вами здесь? Сегодня по поручению правительства Нижегородской области в нашей области будет разрабатываться 36-часовой курс по переподготовке, обучению специалистов государственных учреждений. Я, конечно, не верусь утверждать, но я думаю, что на 99% в России этого нет. И если мы с вами это сделаем, это будет единственный, это будет очень серьезный пилотный проект. Мы с нашими коллегами сегодня, с коллегами психиатрического учреждения, делаем укороченный курс в рамках президентского гранта. Все, что сегодня есть, это только добровольчество. Это добровольчество, добровольческое развитие в психиатрии. Поэтому спасибо вам, что вы откликнулись, что вы пришли. И опять передаю слово Юрию Санычу. Юрию Санычу, к вам? Ну давайте продолжим. Значит, план дальнейших действий наших сегодня. Значит, ну прежде всего об истории, да, это слово прозвучало. Наша больница была открыта 1 мая 1889 года. То есть через две недели нашей больнице исполнится 133 года. Ну, понятно, что столько периодов разных стран, государственных, социально-политических устройств за эти годы прожито. И можно говорить не то, что 2-3-4 часа, можно говорить вообще, просто целый семинар на эту тему устраивать. Вот, мы, наверное, у нас просто времени нет все, мы, вы, люди, занятые. И мы решили пойти по такому пути. Значит, у нас есть ролик, который мы готовили в 2014 году, к 125-летию нашей больницы, подавая материалы на всероссийский конкурс за подвижничество в области душевного здоровья имени академика Татьяны Борисовны Дмитриевой. Такая отчетная книга. Вы ее увидите, потому что вы еще сюда придете. И условия конкурса, вот такие отчеты, они должны сопровождаться короткими роликами. Вот, поэтому мы сейчас посмотрим ролик, который длится без копейки 5 минут, но он очень информационно насыщен, там есть и историческая часть, и то, что происходит сейчас. И там есть два четких момента, которые отражают в том числе, вернее, дополнительно отражают вот то мероприятие, в котором мы сейчас участвуем. Следующий, значит, я все-таки решил показать вам такую короткую презентацию конференции, которая прошла в 2016 году в городе Санкт-Петербург. И она называлась на базе психиатрической больницы Юникащенко, городе Санкт-Петербурга. Она была посвящена вопросам о роли пациентских организаций в оказании психиатрической помощи. И завершить нашу встречу вот здесь, в клубе, перед тем, как мы пойдем на экскурсию в музей, тоже ролик, тоже его готовили к конкурсу имени Дмитриевой, посвящен он музейной нашей работе. Он тоже длится 4,5 минуты. Я думаю, что мы в 25, максимум 30 минут уложим, если какие-то еще будут вопросы. Как и любая выдающаяся личность, Петр Петрович Каченко имел свое увлечение. В свободное время он посвящал игре на виолончели. Когда в феврале 1889 года Каченко приехал в Нижний Новгород, он уже был известным психиатром. 1 мая 1889 года были торжественно открыты два новых здания на улице Тихоновской, ныне улица Ульянова. В них разместились первые пациенты, 63 человека, 39 мужчин и 24 женщины. На должность заведующего новыми отделениями и был приглашен Петр Петрович Каченко. Эти здания существуют и сейчас, и до сих пор являются действующими отделениями современной больницы. В них располагаются дневной стационар и медико-реабилитационные отделения. Петр Петрович Каченко был полон стремления воплотить в жизнь идею превратить сумасшедшие дома в клинические учреждения. Его главными принципами были гуманные отношения к пациенту и нестеснение. Каченко впервые в России провел перепись душевнобольных и создал поэтапную систему психиатрической помощи. Вот за этим столом работал другой выдающийся врач и ученый Яков Габриелович Ильон, который руководил больницей с 1930 по 1943 год. Он одним из первых в Советском Союзе стал применять метод социально-трудовой реабилитации больных. В разные периоды в больнице работали известные ученые, организаторы психиатрической помощи и врачи. Песничевский, Ильон, Портнов, Иванов, Смирнов, Бобров и другие. Каждый из них внес свой вклад в развитие нижегородской и отечественной психиатрии. И сейчас в больнице восстанавливается уникальный музей. Собирается экспозиция, кабинет врача. Основная в конце 19 века больница прошла сложный путь становления. Через годы революции и войн, реформ и преобразований как в государстве, так и в здравоохранении. И стала одним из ведущих психиатрических учреждений Нижегородской области. Поэтапная организация лечения Кащенко и социальные подходы при оказании психиатрической помощи находят свое применение и сегодня. Последние 25 лет жизни больницы характеризуются сокращением круглосуточных коек вдвое с увеличением в 4 раза мест в отделениях дневного пребывания, развитием амбулаторной психиатрии, психотерапевтической и социальной служб, улучшением условий пребывания пациентов, применением современных лекарственных средств и изменением подходов к психофармакотерапии, внедрением различных методов психосоциальной терапии и реабилитации, активным взаимодействием с сообществом и защитой прав пациентов. Комплексная лечебно-реабилитационная помощь оказывается на основе полипрофессионального подхода. В больнице работают высококвалифицированные психиатры, психотерапевты, психологи, специалисты по социальной работе. Сотрудники больницы принимают участие во всероссийских съездах и конференциях с психиатров, семинарах и круглых столах по проблемам психического здоровья. С 2011 по 2013 год коллектив больницы трижды становился дипломантом всероссийского конкурса имени академика Рамы Дмитриевой за подвижничество в области душевного здоровья. 125 лет назад организовалась первая клиническая психиатрическая больница Нижнего Новгорода. И с тех пор пройден славный, хороший путь. Много замечательных докторов, медсестер, сотрудников работало в вашей больнице. На вашей больнице всегда работала кафедра психиатрии. И вот это слаженное взаимодействие науки и практикой дали такие хорошие результаты. Сегодня больницы развивают традиции, заложенные в 19 веке Петром Петровичем Каченко. В перспективах повышение качества обслуживания пациентов, создание единой системы реабилитации в сообществе с тем, чтобы пациенты могли получать помощь не только в стенах психиатрического учреждения. Психиатрия до 90-х годов, до нулевых годов. Практически это стационарная помощь. Да, существовали диспансеры, но в плане активного лечения, особенно пациентов с разными нозологиями, но это всегда стационарно. Шизофрения, депрессия, тревожно-депрессивное расстройство, умственная отсталость. Это на 90% это круглосуточный стационар. Мы еще к этому вопросу вернемся, чтобы я не повторялся, но рано или поздно должен был наступить кризис. После 80-90-х годов мы пришли к тому, что у нас в центре города в 90-е годы больные в больнице лежали на полу. Это не только на Ульянов 41, это и в других психиатрических учреждениях. И вот этот кадр, видите, точка отсчета, 89-й год, тогда был главным врачом Бокров Георгий Александрович. И он так, скажем, гуманистически, интуитивно понимал, что больных надо поднять с пола. Из 425 коек бумажных было 75, то есть на бумаге. 75 человек были обречены уже изначально лежать на полу в 900 метрах от Кремля в 90-е годы. Но это ужасно вообще на самом деле было. И поэтому началось такое движение. Оно, скажем так, закончилось в середине нулевых годов, когда последний шаг мы сделали. И, скажем, одно отделение круглосуточное на 50 коек перепрофилировали. Как раз во втором старом корпусе, да, вот посмотрите. Сейчас, секунду. 25 лет жизни больницы характеризуется сокращением круглосуточных коек в ду. Видите, да? Вот эти цифры, вот тот путь, который пройден за эти годы, набили шишит, но там много. На эту тему тоже можно и будем говорить, что главное, главное, что мы увидели, что без комплексной психосоциальной поддержки качественно компенсировать, вылечить, реабилитировать пациента невозможно. Вот. Только комплексная медикаментозная и немедикаментозная комплексная психосоциальная терапия и реабилитация даст успех. И второй ключевой момент, то, о чем уже сказал с гордостью Владимир Алексеевич, я его абсолютно поддерживаю, что организация вышла за пределы психиатрической больницы, значит, развивая вот это все психосоциальное направление, с чем мы столкнулись. Пациент получает весь объем, ну, так назовем, наших услуг. Медикаментозное лечение, психообразование, индивидуальная помощь, психологическая, психотерапевтическая, социальная, групповая помощь. Мы его компенсируем, мы снимаем болезненные симптомы, он готов к выписке. Мы его выписываем, он уходит в социум. Кроме, фактически, диспансера, ну, нас ругают за это, галлопередовывали еще каких-то там инъекций, у него ничего нет. И он начинает сталкиваться в социуме с различными проблемами. Его никто не подхватил, кроме участкового врача-психиатра. И он возвращается к нам через 2-3-4 месяца не потому, что у него произошло обострение психического заболевания, там, бреда или галлюцинации, еще там что-то такое. Он возвращается с клиникой, по сути дела, реактивной депрессии, личностной реакцией депрессивной на то, что он в социуме строится. И вот здесь вот то, на чем заканчивается этот ролик, да. Ну вот, скажем так, это такая интродукция, вступление историческое. И сегодняшнего дня. Сейчас я хотел бы вам показать, очень так, в хорошем фильме. Презентацию, вот эта конференция 2014 года, кстати говоря, 125-летие как раз нашей больницы, она проходила в Санкт-Петербурге, в Гатчине, в Гатчинском районе, где расположена эта больница. Тема роль пациентских организаций и профессионального сообщества в совершенствовании психиатрической помощи. Организаторы, видите, да, ну, весьма такое солидное объединение. Здесь и общественная организация психиатров, и наука, и практическое здравоохранение, и в том числе общественная организация. Значит, программный комитет, по-моему, не буду назвать фамилии, но достаточно серьезные, продвинутые люди. И вот приветствие. Открывает конференцию председатель комитета по здравоохранению города Санкт-Петербург. Ну, параллель с Нижегородской области, это министр, министр здравоохранения, да. Значит, он говорит о понимании проблемы поддержки психиатрической службы. Он называет сумму, которая меня просто шок, честно говоря, отвела. Вы видите, за пять лет в психиатрическую службу, не в здравоохранение, а в психиатрическую службу было вложено 4,6 миллиарда рублей на развитие. Но это колоссальные просто деньги, о которых мы можем только мечтать. Выступление Сафронова, заведующей кафедры, главного психиатра Санкт-Петербурга, это как раз вот развитие нестационарных форм помощи. Это дневные стационары, диспансеры, и второе важнейшее – это поддержка общественного движения. Ну, вообще, что такое ВОЗ определяет? Общественная организация психиатрии – крайне важная составная часть общей системы охраны психического здоровья. Они, безусловно, дополняют учрежденческие виды помощи. Мы сейчас уже понимаем, что без новых возможностей, без общественной организации психо-социальной реабилитации, но, скажем, нашими, не только нашими силами провести невозможно. Они, безусловно, укрепляют социальный статус пациента и изменяют то, о чем я говорил с тем, изменение образа. Причина возникновения общественного движения – это, безусловно, неудовлетворенность психиатрической помощью и протесты в адрес государственной политики в области психиатрии. История. История – это начало XX века. Клиффорд Бирнс, США. Человек, который провел три года в психиатрической больнице. И после выписки он написал книгу «Ум, которую он обрел с себя». И в 2009 году, вы видите, происходит образование Национального комитета психической гигиены под… Ну, фактически, это общественная организация профессионалов объединения американских врачей. Эта волна была подхвачена и в других странах. И к 1917 году, вы видите, аналогичные комитеты образовались уже и в других странах. Значит, но этого было крайне недостаточно. И другой феномен возникает в 50-е и 60-е годы, так называемое антипсихиатрическое движение. Это все опыта же – это неудовлетворенность и негативное отношение к государственной психиатрии. И это дал толчок. Ну, и плюс экономика. Значит, в России такого, в Советском Союзе такого не было. Ну да, в Советском Союзе. В Штатах, значит, строились и функционировали гигантские монстры больницы на 3-4-5 тысяч коль. Можете себе представить, где больные проводили год, два, три и так далее. Естественно, там, скажем так, человеческая сущность, по сути дела, стиралась. И все это привело к процессу, который назывался деинституционализация. Значит, что такое деинституционализация? Это ликвидация психиатрических учреждений, как таковых. Значит, в подавляющем большинстве стран Соединенных Штатов, Западной Европы, но в меньшей степени Восточной Европы, психиатрические больницы заменили психиатрические отделения в составе больниц общего типа. Ну, представьте, областная больница Симашка, неврологическое отделение, нейрохирургическое отделение, а между ними психиатрическое отделение. Вот и все. То есть, психиатрия в рамках больницы общего типа. Развивается широкая, замечает их как раз вот это дневные стационары, центры реабилитации, трудотерапии, специальные клубы и многочисленные общественные форумы, социальные поддержки, комитеты, ассоциации и так далее. Значит, 80-е и 70-е – это множество организаций по общности болезни, шизофрения, депрессии, ВАРТ, современное, то, что раньше называлось маниакально-депрессивный психоз и так далее. Национальный альянс психически больных, 79-й год, Штаты, видите, тысячи с лишним филиалов, Всемирное товарищество по поддержке или с шизофрении родственников и развитие взаимодействия пациентских и профессиональных организаций. Что в России было? Значит, первый, это 90-й год, на базе Центра психического здоровья Академии наук. Было создано, не буду читать, вы все видите глазами, да. Своими 90-е, 95-е годы – это общественная организация в Москве и Санкт-Петербурге, перечень. Ну, вот даже исходя из названия организации, можно понять, ну, так или иначе, профили. Значит, 95-й год – это федеральный закон об общественных организациях, общественные инициативы, клуб психиатров Москва. И вот замечательный 2001 год на базе НИИ психиатрии Минздрава создается общественная организация новой возможности, собственно говоря, вот продолжение на региональном уровне. По 2014 году точное число общественных организаций неизвестно, но и сейчас, наверное, значит, вряд ли кто скажет. Проблема партнерства, отношение профессионалов в деятельности психиатров, пациентских организаций сдержанная. Вы видите результаты опроса, который проводили сотрудники Центра психического здоровья в Москве и в Санкт-Петербурге. Скепсис и осторожное отношение врачей и руководителей. Значит, проблема партнерства, по сути дела, государственных, муниципальных учреждений и общественных организаций. Вот такая оценка профессионалов, вы видите, да, все-таки она либо нейтральная, либо все-таки отрицательная, преобладает над положительной оценкой. Значит, выступление главного врача в больнице Лиманкина Олег Васильевича. Он говорил о том, что не востребован ресурс общественного сектора психиатрии, психиатрической помощи. Он говорил о том, что построение эффективной модели помощи требует увеличения общественных организаций, в том числе процесс планирования развития, то, о чем Владимир Алексеевич говорил. Ну и, конечно же, преодоление негативных стереотипов профессионалов в деятельности общественных организаций. Ну и закон о психиатрической помощи говорит о том, что есть право законодательно утвержденных контроля общественных организаций за соблюдение прав и законных интересов граждан при оказании психиатрической помощи. Я вам могу сказать, что это уже не слова, а за последние три года, ну, наверное, три-четыре таких, ну, мы знаем, инспекций, визитов общественных организаций разных, которые имеют уставов права на вот такую деятельность, они осуществлялись во всех психиатрических учреждениях Нижегородской области. Ну и, да, значит, доклады, вы видите, представлены, тематика, взаимодействие, опыт работы, направление, вот вам, пожалуйста, представители трудоустройства, клубная работа, культура, социальная поддержка, взаимодействие с госструктурами, структурами, волонтерством, эмоциональная увлеченность, поиск ресурсов, призыв к сотрудничеству. Вот, собственно говоря, все это было, ну, уже стало говориться энное количество лет назад. Это нашей делегации шесть человек, у нас было два доклада, вы видите их тематика Толмачев и наша доктор, который работал в обменном стационаре, подробнее об этом вы узнаете, когда будете проводить практические занятия. Ну, и короткие такие вот фото-зарисовки, это Владимир Алексеевич вручает Алику Васильевичу Лиманкину, вот такой подарок, презент, картину пациентов. Вот это больница имени Кащенко, так она выглядит. Ну, конечно, завидки берут, это Алик Васильевич проводит экскурсию участникам конференции. Это вот основной административный корпус, это усадьба. О том, что это за больница, откуда она взялась, я во время экскурсии расскажу. Это бывшая усадьба Демидовых промышленников, ну, так вот, видите, флаги различные, кто посещал, это вот центральная аллея с бюстом Кащенко. Вот это корпуса так выглядят, больницы. Ну, конечно, когда миллиарды рублей выделяются, наверное, можно в таком виде все это ожидать увидеть, все заасфальтировано, все красиво. Это арт-студия, у них такой клуб, где конференц-зал и церковь из двух частей стоит, такое здание. И рядом вот такое здание для психо-социальной работы, это и арт, и лепка, и художественные выставки, и музыкальные студии, тренажерный зал, и библиотека, это лечебные корпуса, но где-то по новей, где-то по старей. Но в целом, конечно, очень... Это музей-больница, наш, лучшая. Вот, ну вот как-то так. Вот, и закончим мы, наверное, тогда... Так, время быстро летит. Ага, все. Вот, ну, пока достаточно информации, да, потому что не можно грузить и грузить. Мы, в принципе, в регламенте, нам осталось четыре с половиной минутки, чтобы такую посмотреть интродукцию к визиту в музей. Этот ролик снимался в шестнадцатом году, по-моему, когда мы участвовали в очередном конкурсе Дмитриевского психического здоровья, в номинации психопросвещения. Почему психопросвещение, вы сейчас из этого ролика поймете, но предварю, что мы заняли второе место по России. Впереди нас оказались только наши коллеги из Саманская областная психиатрическая больница, главный врач Шефер Михаил Соломонович, мой хороший добрый друг многолетний. И, кстати говоря, с осени этого года главный психиатр Приволжского федерального окон. Ну, и сейчас давайте посмотрим этот ролик. Яков Гаврилович, Яков Гаврилович, больная Петрова, напал на нянечку, ударила ее, повалила в снег. Что делать? Да-да. Что вы сказали? Петрова пошла на прогулку, пристала к мужчинам-пациентам. Нянечка ей делала замечание. Она ударила ее. Что делать-то будем с ней? Петрова, Петрова. Это та, что воевала в Гождацкую? Да. Она всегда была ударницей. Ну вот что, обратитесь в женское отделение, и пусть они организуют товарищеский суд. Сделаем. Доктор Рюльон слушает. Здравствуйте, товарищ Рюрикова. Да. План политика воспитательной работы с пациентами составил. Да. Сейчас организуем кружок по изучению истории партии. Да-да. До свидания. Всего доброго. Приказываю создать при больнице музей, психогигиенический музей для просвещения пациентов и населения. Доктор Рюрикова. Основными принципами его работы были гуманное отношение к больным, их нестеснение, открытое обсуждение в сообществе острых проблем психиатрической помощи. Такая активная деятельность Петра Петровича Кащенко существенно изменила общественные мнения и позицию местных властей по отношению к душевнобольным. История больницы неразрывно связана с историей города, страны, насыщенной яркими, порой драматичными событиями. Первые упоминания о музее больницы относятся к 30-м годам 20-го столетия, периоду, когда главным врачом был профессор Яков Габриэлович Ильон. Сохранилась старинная фотография, запечатлевшая лекцию в психогигиеническом музее. В последующие десятилетия музей переживал периоды расцвета, упадка, и последние три года мы занимаемся его возрождением. Ведь музей – это не только своеобразный генетический код, хранящий историю больницы, традиции, память о людях, не их работающих. Но это, на наш взгляд, и действенный инструмент психопросвещения, способ преодоления стигмы, предвзятого отношения общества к душевнобольным. Открытые двери музея, экскурсия повышают осведомленность людей о проблемах психического здоровья. Развенчивают многочисленные мифы о психиатрии, и это, мы уверены, изменит ситуацию к лучшему. Многочисленные положительные отзывы посетителей нашего музея – тому подтверждение. Собственно говоря, мы пришли в музей. Мы пришли в музей, и он представлен тремя экспозициями. Это первая экспозиция – кабинет врача, вторая экспозиция – это методы лечения, и третья экспозиция называется «История мировой психиатрии». Значит, ну, давайте, коллеги, давайте обозначим временной формат, потому что экскурсия здесь может пройти от 15 минут до 3 часов. Хотите, 4 часа отложу? 15 минут. Давайте, давайте очень компактно и быстро, да, понятно, что время. Значит, во-первых, музей делали, пойдемте. Музей нам помогали делать профессиональные музеи веды, сотрудники Нижегородской радиолаборатории, университета Лобачевского, Тамара Ивановна Ковалева, Елена Николаевна Демильянова. Я коллегу из художественного музея не вижу, они же соседи. Вот, значит, в чем была сложность? Очень большое количество экспонатов и очень мало помещений. Вот, и нам предложили, есть два принципа построения музеев, да, это классический, личность, там, период времени, комната, там, ну, и так далее, да. Сидоров или царь такой-то, царь такой-то, царь такой-то, принц такой-то, да, вот. У нас возможности не было вот это все осуществить, вот, поэтому нам предложили тематический принцип, да, и первая тема – это кабинет врача, здесь собраны вещи, предметы людей, которые в больнице работали с 1889 года, ну, в общем-то, по 2004 год. Очень коротко, значит, психиатрическая помощь в Нижегородской губернии с первой половины XIX века в рамках отделения на базе Мартыновской больницы на улице Жуковской, которая ныне улица Минина. Там было психиатрическое отделение, и условия содержания пациентов было просто чудовищное. Вот что говорил профессор Якобий в основах административной психиатрии. Отделение один из ординаторов характеризовал адом. Нет, это не ад, это отхожее место в аду или ад в отхожем месте. Трагически, вонючий, говорят, в последний раз его вычислили за свой счет Минина Пожарский, отправляясь в поход против поляков. То есть, действительно, совершенно чудовищные условия содержания было людей и врачей. Прежде всего, Венский Дмитрий Александрович, старший врач этой больницы губернской, неоднократно выходил с инициативами в земство о строительстве новых корпусов для психиатрических отделений. И, наконец-то, в 1986 году было принято решение строительства земским собранием. Были выделены деньги. Причем, очень интересно условие, если по проекту московского инженера Штрома, то после строительства больницы 50% федералы возвращали. Не федералы, а царское правительство или тогда существовало, возвращали денег в земство региональное. И еще один факт очень интересный. На больницу было выделено 108 тысяч рублей, больницу построили за 89 тысяч рублей. На учете был каждый гвоздь, доска, бревно. Такое в наше время представить невозможно. Сэкономленные деньги были направлены на приблизительные оборудования. На руководство больницы был приглашен как раз Каченко Петр Петрович. Коротко вы о нем слышали. Самые главные вещи, которые он сделал. Он, во-первых, совершенно иной гуманистический подход к оказанию помощи на базе больницы. Не было решетов, не было смирительных рубашек. И развивались вот эти формы различной культуротерапии, трудотерапии. Выращивались овощи, в том числе в теплицах. Пациенты выходили гулять регулярно. Зимой катки, горки, снежки. Выходили на Верхневолжскую набережную, на водках катались. Артисты приезжали в больницу. Были совместные на вот такие собрания. И вообще больница была центром таким культурным Нижнего Новгорода. И больные в нем принимали самое активное участие. Значит, первое. Это первое. Второе. Первое в России провел совместно с заведующим статистическим бюро Анинским переписи душевнобольных Нижегородской гумбернии. Для чего? Чтобы понять, куда двигаться дальше. Потому что, безусловно, вот этих двух зданий, которые находятся на нашей территории, было недостаточно, чтобы оказывать помощь полноценно больным всей Нижегородской гумбернии. И что было сделано? Это тоже совершенно уникальная, удивительная вещь. Господин доктор Кащенко был отправлен земством в годовую зарубежную командировку в Западную Европу, Франция, Великобритания, Англия, Шотландия, Уэльс и Германия. По итогам этой поездки он написал вот такой отчет. Это оригинальная книга, реальная книга. Нам ее подарил профессор университета Лобачевского. Здесь описано все. Устройство больницы, быт. Ну вот так выглядит в Шотландии, в Гарк-Лохе, зал для собраний больных, убранный по празднически. Значит, уже в 19 веке в психиатрических больницах в Западной Европе существовали ну типа профсоюзы психически больных, которые выпускали свою газету и которые получали отчеты от администрации учреждений и выступали, значит, защищали права и выходили с предложениями к администрации об улучшении условий содержания, помощи и так далее. Горький, Короленко, Шаляпин по итогам по итогам вот этой командировки ну, во-первых, был выбран для строительства это как раз уже третья вещь, которую делал Кащенко развитие трехэтапной системы. Первый этап это Ульянова, улица Тихоновская, да? Острое приемно-сортировочное отделение, где оказывали помощь, ну, такую первую необходимую, острую и какое-то время держали пациентов, их потом надо было куда-то девать. Куда? И вот по проекту Альчербиц Южной Саксонии, Германии был построен вот этот корпус, главный корпус колонии в селе Ляхово. Кстати, землю передали губернству это усадьба Мельниковых-Печерских при условии, что эта территория будет отдана под больницу для душевнобольных колонию. Здесь уже больные содержались более длительный период времени, они занимались троготерапией, ну, и прочими делами. Вот. Вот буквально еще. Следующий главный врач, да, и Кащенко уезжал в 904 году в Москву в абсолютном фаворе, это был абсолютный лидер российской психиатрии. Сюда приезжали в Нижний Новгород с опытом знакомиться со всех весей и областей царской России. Он переезжает в Москву, два года он главный врач Алексеевской больницы у Высоцкого, может помните, Канадчикова дача, это вот как раз оттуда, вот. И через два года его забирают в Санкт-Петербург царская семья для строительства новой психиатрической больницы в Гатчинском районе село Никольское, которое я вам показывал, и Петр Петрович там как раз вот уже во всю шисть, что называется, и развернулся. Вот, скажем, уезжал он, да, и параллельно сейчас в следующей комнате увидим, и третий этап, вроде бы уже все полечили, и куда дальше его девать. И Кащенко придумал, он привез это из Европы, это называется посемейный патронаж. Когда больных селили в семьях села Кубинцево, Балахминского уезда, пациентов селят в семьях крестьян, ну, в общем-то, достаточно зажиточных, они там живут на равных условиях практически как члены семьи, занимаются посильным трудом, их быт контролирует условия содержания врач, в частности, Иван Захаров, он жил в Балахме, вот, как, в каких условиях живет, чем, как его кормят, как одевают, труд только по добровольной, по согласию, никаких принуждений, вот, вплоть до, значит, там, ежемесячные взвешивания и так далее. Крестьяне за это получали денежку определенную. К моменту отъезда Кащенко из Нижнего Новгорода патронажа было 125 человек. Песничевский профессор, значит, самые, наверное, ну, можно сказать, что трагические вещи, он был главным врачом с 1904 по 1930 и получается 13 лет до революции, 13 лет после революции. Больницу он принял в прекрасном состоянии, патронаж он в Балахне довел до 600 человек, можете себе представить, да, там, кстати, были свои такие терки с местным населением, потому что не всем вот нравилось, то есть, видимо, какой-то вот удельный вес концентрации душевнобольных, но одно дело 125, да, другое дело 600, это уже такое, это практически понятарский психоневрологический интернат, правильно, да? 600 человек, да? Вот, он достроил колонию Ляхова, вот, но тут пришла гражданская война, всеобщая разруха, военный коммунизм, пострадала вся психиатрическая служба, и на Тихоновское, на Ульянова, и в Ляхово, по сути дела, персонал разбегался по деревням, голод, смертность пациентов, описаны случаи там поедания фекалий, там, ну, в общем, ну, совершенно чудовищные такие вещи, откат от вот таких гуманистических позиций, нестеснение, культуры содержания, возврат к надзорной психиатрии, охранники, наблюдатели, синдром одичания снова приходит, взаимотравмирование, и в 30-м году происходит какой-то инцидент, мы не смогли докопаться, что это такое было, но там было какое-то избиение, ну, видимо, друг друга избивали, сотрудники больны, больные сотрудники, в общем, там какая-то свара, и по нашим предположение, что одна из причин отставки Песничевского в 30-м году был вот этот инцидент, хотя он в 20-м году на пике вот этого трагических событий российских, он организовал кафедру психоневрологии на медицинском университете, факультете университета, то, что Лобачевского, это оттуда вышел мединститут, он построил школу для умственно отсталых людей, детей в губернии, он построил больницу для алкоголиков, он занимался очень активной такой профилактической работой, антиалкогольной, он первый в Нижегородской губернии построил реакцию Виссермана, диагностика сифилиса, то есть, в принципе, человек очень много сделал, безусловно, до революции, после революции, вот такие люди небезосвестные лечились в нашей больнице, симулируя безумие, не избегая от наказания, в том числе и нарком, вот, вот, история вот этого человека, это профессиональный террорист-боевик, который в 905 году во время Сорумовских волнений, первый 905-й год, что такое у нас было? февральская, нет, не февральская, ну, революционная ужасная революция, то есть, это в 105-й год, 5-й год. Ну, 5-й год, да, убил двух полицейских, возбуждено уголовное дело, таскали его между Нижним Новгородом и Казани, и все-таки признали типа того, что невменяемым, и он лечился, и вот он на пенсии, есть в архивах письмо, которое он пишет с благодарностью больницы, о том, что они его здесь хранились, хранилось оружие, в том числе участков вот неделя Мицкевич, однофамилия за там писателем, он профессиональный революционер, первый директор музея революции в городе Москва. Мы шутим вот в такой, не знаем, реально или нет, что это его саквояж, в котором он возил газету «Искра». Ну и третье важнейшее лицо это Ильон Габриелович, специалист, который как раз развивал вот эту трудовую реабилитацию, восстановление. Это уже был советский период, он говорил о том, что человек это винтик, который нужно аккуратно венчивать механизм действующей советской машины. Вот при нем, конечно, было такое развитие и трудотерапии, и культотерапии, лечебные инструкторы по труду, культурной работе, физкультуре, должность за счет сокращения количества надзирателей. То есть совершенно уникальная книга, это диссертация докторская Ильона, в этом ролике вы это видели, диссертация доктора Ильона «Материалы к истории организационных форм отечественной психопомощи, развития активной терапии психоза» в город Горький, 40-й год. Вот так она выглядит здесь с пометками, с замечаниями. Ну, не то, что сейчас, да, все это так формализовано, вот, все это иллюстрировано фотоматериалами, вот так выглядели фрагменты зданий. когда вот корпус с улицы Ульянова, вот в котором мы сейчас находимся, вот он выглядел вот так, с лицевой стороны. Видно, да? Ну, здесь внутренние всякие вещи. Если будет вот это дневной стационар, куда мы заходили, вот так он выглядит. 40-й год. Да, о чем я хотел сказать, а в 1929-30-м годах, когда убрали Песничевского, значит, ну, я не знаю, какой уровень, ну, типа, горсовет или еще что-то, принял решение о сносе этих двух корпусов за их ветхостью. В 30-м году. Ну, вот, как видите, прошло 92 года, стоят, многие издания уже там советские периоды падают, а эти стоят. Это из-за того, что четко гвозди были посчитаны, бревна подобраны. совершенно верно. А если бы еще миллиарды выделяли, то представляете, какую картинку можно было здесь сделать. Ну, вот, я еще раз говорю, здесь Ильон, ну, понятно уже сказал, да, но два человека, на которых надо остановиться, вот это доктор Чагадаева Вера Иммануилова, Иммануил дворянка, наследственная княжна. История, как она оказалась в 20-м году в Нижнем Новгороде умалчивает, вроде бы, как она была женой командира Гатчинского царского полка. Санкт-Петербург, Нижний Новгород неведомо. Вот, но, тем не менее, вот ее диплом кандидата медицинских наук, и вот совершенно шикарное такое удостоверение. Сим удостоверяется, что женщина-врач 1-го приволжского запасного стрелкового полка Вера Иммануила Ивановича Гадаева имеет право на проезд по делам службы на велосипеде, который ни в коем случае не может быть никем реквизирован. Командир полка, комиссар полка в подписях, старший врач. Вот так вот. Ну, 1919-е. Вот этот доктор Стойко три высших образования медицинское, юридическое и музыкальное. Кроме того, что он защитил кандидатскую в 1938-м году, он еще в 1941-м году написал книгу о Петре Ильиче Чайковске. И там, по-моему, есть его книга. Вот. Это реальные вещи. Это стулья Кащенко. Парный, мужской, женский. Найди здесь отличий. Это детский стульчик. Это бюро Ильона. Ровно такое же бюро находится на музей радиолаборатории. Ну, это портрет Кащенко. Это вот как раз Песнячевский с сотрудниками. Может быть, вы угадаете, это кто? Горький. Нет. Горький. Это Шалякин. Это Шалякин, да. Ну, это Зигмин Фройд. Мы немножко еще там скажем. Вот. Это вещи. Это из патронажа Балахнинского. Столик. Ну, очень трудно верифицировать. Вроде бы, как это стулья венские, которые принадлежали сотрудникам больницы. Вот там китайский стул. Вещи. Немножко перепрыгивая. Очень такая история насыщенная. Да. Доктор Ильон умер в 1943 году на пороге дневного стационара нынешнего третьего отделения, возвращаясь с одного из совещаний от острого сердечного приступа, ну, скажем так, фактически на рабочем месте. Да. Бельденберг первый человек в СССР, кто провел лоботомию операцию. Знаете, что это такое, да? Сейчас лечим в кабинете. чуть-чуть больше. Конфликты огромные с главным врачом Пахомовым и коллективом, которые протестовали против, ну, достаточно такого жесткого психохирургии мозга. И, в общем, это и павловские сессии, разоблачение буржуазных псевдонаук и все такое проще. В итоге, что называется, наша взяла и Гринденберг там покинул город Горький и больницу. Иванов один из основателей психотерапии и первый сексопатолог в Советском Союзе, который проводил первые сексологические конференции в Советском Союзе. Ну и уже современный период. Георгий Александрович Бобров, 1983 год, как раз я пришел ординатором, а он стал главным врачом, умер в 2004 году. Это мои учителя, профессор Смирнов из города Ленинграда. В 80-е годы главный психиатр Советской Армии, в том числе в Афганистане, участвовал в указании психологической, психиатрической помощи землетрясений скитак, господи, какие еще катастрофы были, Чернобыль, вот эти вещи. Игорь Александрович Родионов, совершенно удивительный человек, специалист, потомственный психиатр. Это его мама Зинаида Алексеевна, ее муж, его отец, в 30-е годы был репрессирован, расстрелян. Собственно говоря, как и у ряда других сотрудников больницы. Здесь все так было очень. Ну, что было в стране, то, о чем говорилось в роликах. Все, что было в стране, то и было и здесь. Здесь сразу предметы Иванов, письма, грамоты, печатные машинки. где же столик, где-то есть. Вот, ну, наверное, я еще раз говорю, здесь можно говорить, говорить очень много, да. Конечно, вот этот стенд очень большой, большое. Это вот как раз дела и события, которые здесь проходили. Например, дело Нижегородского приказа общественного побеги из больницы общественного призрения леченника Золотницкого 1869 год. Это еще когда отделение находилось там, на улице Жуковской, ну, в Мартыновской больнице. Вот. Стул реальный китайский, 19-й век, реставрированный, кожа нетронутая, садится за тыщину. Ну, давайте. Очень коротенько. Очень коротенько. А методы включения можно говорить еще больше. Наши конец. Да, я не сказал самое главное, что когда мы заходили. Вот в этой комнатке соседней стояло 6 кроватей и по максимуму в этой комнате находилось до 16 психически больных людей. 6 на кровати, 6 под кроватью и 4 между кроватей. Вот я своими глазами это видел в 1983 году. Вот это была кульминация советской психиатрии. Да, была Москва красивая, был Ленинград красивый, Казань красивая, но было и вот такое. Здесь стояло 4 кровати. Соответственно, здесь могло находиться до 10 человек мужчин. 4 на кровати, 4 под кроватью и 2 вдоль. Ну, обход мы делали вот так, примерно. Стоишь там, Иванов, как дела? Ну, там хорошо. итак, методы лечения делятся против часовой стрелки. Методы психосоциальной терапии, это не медикаментозные методы лечения. Вот сюда смотрим. А по часовой стрелке это методы биологической терапии, методы биологического воздействия. Это то, что делал Кащенко. Это тот самый патронаж. Ну, понятно, что верхняя фотография, она постановочная. А это реальный приемный покой в Балахне, здание архитектор Малиновский. Ну, это больной семьи крестьяне. Это трудотерапия, значит, ну, разные формы, да, это и земляные, и швейные, и партняжные, там, и так далее, и так далее. Это ведомости наименования чего там делалось и так далее. Терапия средой, да, важнейшая. В каких условиях человек содержится? Режит на полу, или он и за решетками, или он находится в таких хороших человеческих условиях. Вот. События, которые в ролике о музее, они реально имели место, это протокол судебного заседания, состав суда, председатель ЧЕ, рабочий диагноз прогрессивный паралич, сифилис, заседатель Н, рабочая шизофрения, общественный обвинитель Л, рабочая шизофрения, общественный защитник, педагог отделения, секретарь В, диагноз шизофрения. Приговор заклеймить общественным позором хулиганские поступки больной ГЭС с занесениями на черную дроску с объявлением уже ударницы. Я люблю писать из больницы. А это вот такая самоорганизация больных в отделении в 30-е годы. Если вы посмотрите, она, по-моему, очень сильно напоминает лагерную структуру. Ну и можно себе представить, что творилось в стране, если даже в психиатрических больницах проводились такие судебные заседания и прочее. А это как раз фотография 30-е годы лекции в психогигиеническом музее. Это психопросвещение, винокурни и все такое прочее. Это раздел психотерапии от Зигмунта Фрейда. В принципе, корни тянутся от Голланда к Иванову, от Иванова к Сумбаеву. Иванов был выпускником Искусского университета, учеником профессора Сумбаева. Сумбаев проходил стажировку у Фрейда в день. Вот. Ну, методы биологической терапии, электросудорожная терапия, та же самая психохирургия мозга, запрещенная в Советском Союзе, это живет. Инсулино-коматозная терапия тоже в принципе живет, в принципе живет, но очень дорого, мы ее не делаем. ИСТ тоже перестали делать с 2011 года. Советских психиатров очень сильно за такие варварские методы лечения критиковали, но хочу сказать, что все эти методы лечения были изобретены за пробежом. ИСТ до настоящего времени считается одним из самых эффективных методов лечения так называемых трудных резистентных депрессий. Особенно депрессий пожилого возраста. Но это другие виды лечения. Это и антиалкогольные лечения, особенно популярные в 70-е годы. Водился отапусный пробы, апаморфин, условно-рефлекторная терапия, по сути дела собака Павлова. Рвотное средство апаморфины предлагалось выпить вино и пациент так часа 3-4-5 около ведра сидел, не отходил. А потом он винные магазины обходил за два квартала. Близко не подходил. Это аппарат. Вот кстати аппарат электросуношной терапии. Вот так он выглядит. Накладывали все так на разряд. Нет, все это есть, сейчас все это модифицировано. Сеансы проводятся под наркозом, с миорелаксантами. То есть судорожного припадка как такового нет. Он виден только на электроэнцефалографии. То есть сам пациент лежит спокойно, чувствует себя хорошо. Это постановочные материалы лабораторные всякие изделия. Ну и вот весь наш скажем прокряд медикаментозный антипсихотический для лечения шизофрении различные препараты первого ряда, классика, препараты нового поколения, антидепрессанты, противосудорожные, так называемый цельбан-потектор и прочее. Вот это историческая тоже фотография. Это препарат нового поколения респалет монстра респиридон и первая инъекция препарата в Межгородской области в 2004 году. Ну а это ваш покорный слуга в 88-м году в соседнем помещении у нас такая идет такой консилер. Вот такой отчет мы делали на 125 лет, когда мы посылали я вам говорил такую вот книжку. будет желание и время когда вы здесь будете находиться безусловно ее можно вам будет принести полистать. Дальше заканчиваем. Ну и самая сложная конечно самая сложная экспозиция в истории мировой мы ее делали года три наверное мучительно рожали разные варианты принимали отказывались но значит слова благодарны сейчас подойдем Александру Сергеевичу Корезину который оказался совершенно это молодой человек выпускник исторического факультета Лобачевского профессиональный ученый историк который в общем был руководителем музея поднимал все архивы экспонаты проводил перепись писал тексты естественно он историк не профессионал медик его надо было корректировать а профессиональные музееведы уже оформляли в такую форму потому что материал огромное количество скажем так упаковать все это в такую удобоваримую потому что ну много текста люди сейчас тексты не читают должны просто какие-то быть триггерные такие позиции фотография слово буквально словосочетание еще что ну если вы пробежите донаучный период это бесовщина шаманизм изгнание духов и так далее порча ну вот картинки отражающие условия содержания кстати говоря вот теория что психически больные одержимые бесов использовались средние века до изгнания бесов сожжения на костре казни избавлений тюрьмы корабли дураков эпоха реформации Мартин Лютер как раз идеолог уничтожения психически больных когда ну кроме того что их как-то так физически уничтожали варианты еще и сажали в корабли сплавляли по рекам в море и ну в море корабли тонули есть картина Иеронима Босха корабль дураков ну понятно что это тоже постановка да вот картина Юлиуса Шнорфон Корасфельда Иисус изгоняет бесов ну это из той же самой серии чуть позднее вот это 19 век это еще это уже Россия вернее это уже 19 век но еще Россия да это Иван Яковлевич Корейша московский юродивый который лечился как раз в Алексеевской больнице где Кащенко немножко работал к нему приходили значит на гадание там предсказание что там какие события будут там за денежку денежка ну понятно и но было и другое направление это который Гиппократ это еще древняя Греция да которые рассматривали психические нарушения как болезнь и соответственно применялись методы лечения какие там травы минералы какие-то ну понятно что это постановочные такие все материалы различные жидкости там и прочее вот уже тогда принимал станцицерапия это предшественник лечебной физкультуры и музыкотерапия где-то изображение есть а вот как раз пожалуйста древняя Греция лечением занимались жрецы таинственные церемонии там и так далее ну и лечение минералов химии лекарственные травы кровопускания слабительные тут картины которые извлечения камня глупости например да и тот же самый ранен боск домом урешен гоя ну и начало ничего сил есть еще и 5 минут значит развитие психиатрии пенель снимает цепи с психически больных обходы заводятся истории болезни гуманизация его продолжатель скироль первый закон о психической больных 38-й год основатель психиатрической статистики и первый клинический преподаватель профессор вот дальше развитие психиатрии скажем так по двум направлениям психики которые считали что душевная болезнь результат злой воли разгула страстей вот и отсюда лечение смирительной стулью ну по сути дела такие варварские методы лечения механотерапия гидротерапия прижигание каленым железом втирание там вращательные машины там ну в общем ужас гидротерапия значит поливание там ледяной водой терапия страхом ну и принудительное стояние и так далее да вот продолжение гуманизации да значит конноли англия стал делить пациентов на спокойных беспокойных и неопрятных патронаж 19 век как раз вот эта колония шербец ну и дальнейшее развитие психической болезни результат чего либо это болезнь биологической мозга или это какие-то психологические вещи появляются Шарко Нессмер ну и Нессмеризм сеансы магнетизма читали в 18 веке ну и появление появление господина Фрейда и вот это все психологическое направление психиатрии и оформленное биологическое направление но я хотел вот здесь еще все-таки сказать могу удержаться внутри этого биологического направления значит это Германия учение об улучшении человеческой породы и плакат фашистской Германии о принудительной стерилизации и ну уже в Великую Отечественную войну о тотальном уничтожении психически больных а здесь присоединились Швейцария Англия Испания Скандинавские страны Америка Япония по-моему где-то была то есть ну вот такая история это то антипсихиатрическое движение о котором я рассказывал о ликвидации психиатрических больных вот этот революционер Франко Базали врач-психиатр который в 78 году парламент Италии принимает закон о ликвидации психиатрических больных называют его законом Франко Базали можете посмотреть поподробнее почитать в интернете даже есть фильм об этом событии но это отечественная психиатрия все-таки она безусловно отставала сначала была приказная психиатрия которая все-таки да вывела пациентов из монастырей там тюрим и так далее но все-таки это были постепенно из домов умалишенных превращали в лечебное учреждение но поистине развитие это когда вторая половина отмена крепостного права и развитие земской психиатрии вот это расцвет это массовое строительство по всей России психиатрических учреждений улучшение условий содержания вот ну а это вот советская психиатрия здесь тоже очень много говорить особо надо отметить профессора мельехова направление значит социально психо-социальная реабилитация очень много сделал но нельзя не упомянуть все-таки что злоупотребление психиатрии в СССР было в том числе и в политических целях и помещали Буковского достаточно много людей диагноз шизофрения там велотекущая и прочее хотя на самом деле велотекущая шизофрения она безусловно существовала и до Советского Союза вот а Мелехов а Буковский называл профессора Мелехова Сахаровым среди психиатров вот но и революционные события для нас на чем наверное мы будем завершать вам об этом будут рассказывать в Касченко это принятие в 92 году закон о психиатрической помощи гарантии граждан предиоказания вот это вот такой первый буклет экземпляр у меня дома есть это федеральный закон который урегулировал взаимоотношения профессионалов психиатрической службы психически больных и общества вот этот такой треугольник было регламентировано что психически больными пациенты обладают всеми правами граждан гарантированным Конституцией Российской Федерации это раз второе что помощь оказывается в добровольном порядке регламентирован порядок психиатрического освидетельствования недобровольного психиатрического освидетельствования недобровольной госпитализации прописан порядок и то что недобровольная госпитализация психиатрический стационар должна быть закреплена судебным решением то есть недобровольный человек свыше 48 часов больница может находиться только по судебному решению на сегодняшний день 12-14 процентов госпитализации у нас оформляется судебным решением это правовое поле это гарантия защиты прав пациента защиты нас юридической от каких-то злоупотреблений и так далее ну то есть это наш это наш щит ну и последний вот один из моих учителей это Исаак Япович Гурович который вот активно внедрял психосоциальную терапию и реабилитацию в России и который проводил здесь двухнедельный выездной здесь практически весь институт его поплывал в девятом году двухнедельный вот такой цикл был а наши специалисты в свою очередь в пятом-шестом годах практически все проучились на он организовал российско-канадский цикл по психосоциальной терапии реабилитации все наши специалисты этот цикл прошли ну а это вот результаты в том числе вы видели эти грамоты через этот музей прошла практически вся гильдия нижегородских экскурсоводов под руководством господи Шаровой Александра Лорьевна мы особо гордимся вот этими двумя грамотами которые получили ученики лицея номер 8 медицинского есть такой конкурс 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 поисковых групп мы первые и они получили первое место за очередь становление психиатрической службы в Нижнем Новгороде писали ученики 8 класса и вы видели да они в ролике там я проводил экскурсию совместно с Александром Сергеевичем который нас к сожалению покинул в 19-м году трагически даже до 30-ти лет незаменимый человек в целом ну вот очень собственно говоря коротко получилось на самом деле 40 минут очень коротко вот ну как мог сокращаться но очень сложно на самом деле потому что это такой колоссальный объем информации здесь можно очень интересно да дни и днями днями проходить и скажем так просто уже этими какими-то нарезками более подробно все я я просто вот ну что называется по вершкам вот так пробежался ну чтобы какое-то у вас общее впечатление кстати говоря время от времени получаем вот такие письма из журнала западного психологии психиатрии где они выражают уважение корейзин александ сергеевич и просят прислать его статью и яков габриэлович ильон и реабилитационное направление российской психиатрии в 30-й год то есть они про это дело знают они запрашивают мне на личную почту все их хозяин приходят но как-то сходом саша все стало очень сложно потому что он был такой поистине хранитель настоящий такой директор музея ну сегодня можно сказать наше с вами занятие знакомство знакомство оно завершилось вот следующая наша с вами встреча будет в среду в 2 часа в Щербинке психиатрическая больница областная номер 1 вот в чате я это все размещу я буду там буду вас ждать будем вместе будем вместе работать спасибо вам